ВООРУЖЕННЫЕ САМОНАВОДЯЩИМИСЯ РАКЕТАМИ И АВИАЦИОННОЙ АРТИЛЛЕРИЙ Способны действовать в сложных погодных условиях, как днём, так и ночью. Летать на сверхмалых высотах и выполнять фигуры высшего пилотажа. Взаимодействовать с наземными войсками и уничтожать бронетехнику противника. Броня этих машин защищает экипаж от прямого попадания снарядов калибра 20 мм. Боевые вертолёты. Российские вертолёты семейства МИ знают и уважают во всём мире. Военные и гражданские винтокрылые машины создают в конструкторском бюро Михаила Миля. Одно из основных производств находится в Ростове-на-Дону. Главная специализация авиационного предприятия «Роствертол» – выпуск боевых вертолётов. Ростов-на-Дону находится на юге России. Это крупный исторический промышленный и административный центр, в котором проживает более миллиона человек. Расстояние от Москвы – 1109 километров. Самолёт преодолевает его за 1 час 45 минут. История ростовского авиазавода началась более 70 лет назад. Но вертолётным он стал только в 1956 году. С тех пор «Роствертол» производит только винтокрылые машины. Сейчас завод выпускает ночных охотников, так называют Ми-28, и потомков легендарных Ми-24 – вертолёты Ми-35. История ростовского авиационного предприятия «Роствертол» – серийное производство боевых вертолётов. На момент создания по вооружению и массе боевой нагрузки он превосходил все серийные зарубежные аналоги. За огневую мощь и защищённость этот вертолёт прозвали «летающим танком». Такое имя Ми-24 оправдал во многих боевых операциях. Ми-24 сконструирован более 40 лет назад, но до сих пор он остаётся современной и весьма востребованной боевой машиной. Во многом благодаря тому, что в конструкцию вертолёта постоянно вносятся революционные изменения. Так, на современных моделях Ми-24 лопасти несущего винта изготавливаются из композиционных материалов, а рулевой винт имеет теперь X-образную форму. Модернизацией подвергаются также системы вооружения, управления и навигации. Но главные качества Ми-24 – скорость, маневренность, мощь и надёжность – остаются неизменными уже много лет. Это именно то, что сделало Ми-24 легендой авиации. Характеристики транспортно-боевого вертолёта Ми-24. Два двигателя мощностью 2200 лошадиных сил каждый. Взлётная масса – 11 тонн. Максимальная масса груза на внешней подвеске – почти 2,5 тонны. Максимальная масса груза внутри фюзеляжа – 1,5 тонны. Максимальная скорость – 300 км в час. Динамический потолок – почти 5,5 км. Дальность полёта – до 460 км. Может транспортировать до 8 десантников с полной экипировкой. Экипаж – 2 человека. На сегодняшний день количество произведённых на рост вертоли вертолётов Ми-24 и его модификаций перевалило за 3000. Машина совершенствовалась благодаря опыту, полученному в реальных боевых действиях. Поэтому его и держат на вооружении армии большого количества стран. Этот транспортно-боевой вертолёт обладает высокими лётными характеристиками, мощным ракетно-пушечным вооружением и хорошей боевой живучестью. Вертолёт Ми-24, можно сказать, ветеран российских вооружённых сил. Первые образцы были созданы в конце 60-х годов в конструкторском бюро Михаила Миля. Как и всякая боевая машина, Ми-24 имеет неофициальное имя. В войсках этот вертолёт называют «Крокодил». Видимо, узкий корпус и вытянутая носовая часть действительно придаёт сходство с этим хищником. По зарубежной классификации Ми-24 называется более романтично. Ланин. В 1975 году «Крокодил» установил мировой рекорд скорости среди вертолётов. Он разогнался до 368 км в час. Успех Ми-24 вдохновил конструкторов на создание ещё более совершенного вертолёта. Так на заводе «Роствертол» зазвучало новое имя – Ми-28. В отличие от 24-го, который имеет отсек для перевозки десанта или груза, у новой машины другая специализация – это ударный вертолёт. Вертолёт Ми-28 может работать в любое время суток, при любой погоде и самых сложных климатических условиях. Эта боевая машина способна выполнять различные фигуры высшего пилотажа, умеет летать назад и вбок, способна перемещаться на сверхмалой до 5 метрах высоте. В общем, достоинств Ми-28 очень много. Он может использоваться для огневой поддержки сухопутных войск, сопровождения десанта транспортных вертолётов и поражения воздушных целей. Но основная его задача – уничтожение бронетанковой техники противника. Исследования показали, что в борьбе с танками такой вертолёт от 10 до 20 раз эффективнее наземных средств борьбы с бронетехникой. Проектирование и совершенствование конструкции Ми-28 продолжалось почти три десятилетия. Полётным и боевым качеством сегодня это один из самых надёжных и эффективных ударных вертолётов в мире. Можно сказать, что Ми-28 – это новый этап в развитии российской военной авиации. Характеристики ударного вертолёта Ми-28. Два двигателя мощностью 2200 лошадиных сил каждый. Нормальная взлётная масса – 11 тонн. Максимальная скорость – 300 км в час. Динамический потолок – 5,5 км. Дальность полёта – 450 км. Экипаж – 2 человека. На носовой части фюзеляжа Ми-28 на стабилизированной платформе установлена обзорно-прицельная станция оператора с оптическим, тепловым и телевизионным каналами наблюдения. Рядом расположена тепловизионная станция лётчика и лазерный дальномер. Только двигатели, бортовое, радиоэлектронное оборудование и оружие поставляют другие специализированные предприятия. Остальные детали и элементы вертолётов производят здесь же, на Роствертоле. На механическом заводе вертолётного производства установлены универсальные металлообрабатывающие станки. На них вытачиваются детали самых разных конфигураций – из титана, магния, алюминиевых сплавов и стали различных марок. Это самый автоматизированный участок на всём предприятии. Станки обладают большой точностью. Выточенные на них детали идентичны образцу. Отклонения в размерах не превышают нескольких сотых долей миллиметров. При этом времени на изготовление каждой детали расходуется гораздо меньше, чем на оборудование предыдущего поколения. Это современные станки, которые позволяют снизить трудоёмкость изготовления детали, ну, минимум в два-три раза. На некоторых позициях мы добиваемся результата в четыре раза, снижаем трудоёмкость. Мы исключаем человеческий фактор. То есть человек может заболеть, условно не выйти на работу, допустить какую-то ошибку. Станок выдаёт всегда одну и ту же деталь с одной определённой точностью. По конфигурации детали ограничений нет. На станке можно выточить любую. Есть лишь предел в размерах. Максимальная длина детали до двух метров. Изготовление геометрически сложных элементов может длиться до 15 часов. В результате получается полностью готовая деталь, не требующая дальнейшей обработки. Для обработки деталей необходимы десятки инструментов. Сверла, фрезы, расточки, метчики, резцы. Оператору комплекса вручную их менять не нужно. Это происходит автоматически. В барабан станка можно установить до 80 различных инструментов, которые выполнят свою работу с завораживающей точностью. Один из инструментов станка – электронный щуп. С его помощью машина сравнивает соответствие изготавливаемой детали образцу, который записан в память станка в виде трёхмерной математической модели. С эталоном сравнивается замеры в контрольных точках. И на основании этих данных обработка детали или продолжается, или завершается. В процессе работы режущие кромки инструмента постепенно теряют остроту. Систему числового программного управления позволяет учитывать степень износа и вносит корректировки. В результате – высокая точность в размерах. Все изготавливаемые на предприятии элементы вертолёта имеют цифровое обозначение, а у некоторых деталей есть ещё и неофициальные названия. Эту работники завода прозвали «лыжей». Видимо, за внешнее сходство. На юге России, в городе Ростов-на-Дону, находится завод по производству боевых вертолётов, разработанных в конструкторском бюро Михаила Миля. Здесь собирают потомков легендарных Ми-24, вертолёты Ми-35 и ночных охотников – ударные вертолёты Ми-28. Перед началом сборки все алюминиевые детали защищают от коррозии. Делают это на участке анодирования. Угружая детали в ванны с различными кислотами, на поверхности металла создают прочную оксидную защитную плёнку. Анодирование – долгий многоступенчатый процесс. Сначала алюминий обезжиривают в растворе щелочь. Затем удаляют с его поверхности оксидную плёнку, которая появляется на металле естественным путём. Это называют травление. После происходит осветление в азотной кислоте и уже непосредственное анодирование в серной кислоте. Процесс проходит при наличии электрического тока. В зависимости от того, какие качества должна иметь плёнка, варьируется напряжение тока, температура раствора и длительность процедуры. Между каждым этапом детали промывают в ваннах. Сначала с горячей, а затем с холодной водой для удаления предыдущего раствора. Полученная оксидная плёнка имеет поры, в которых может начаться коррозия. Чтобы их закрыть, детали должны пройти этап уплотнения. Для этого используют разные растворы. Именно они придают новый цвет алюминию. От зелёного и золотистого до чёрного или красного. Анодирование производства с использованием агрессивной среды. Оно требует дополнительных защитных мер. Например, пол верхнего яруса сделан из устойчивого к химическим реагентам пластика. Металл быстро бы пришёл в негодность. Чтобы собрать фюзеляж вертолёта, нужно соединить с заклёпками огромное количество деталей. Это делают в агрегатно-сборочном цехе. Детали сначала просверливают отверстие, а затем пневмомолотком забивают заклёпку. Именно поэтому в этом цехе всегда очень шумно. На один фюзеляж уходит около 10 тысяч заклёпок. Очень важно, чтобы отверстия под них были сделаны перпендикулярно деталям. Устанавливанная под углом заклёпка испытывает большую нагрузку и может лопнуть. Работу каждого клепальщика проверяет контролёр. Детали фюзеляжа Ми-24 выполнены из алюминиевых сплавов. Они лёгкие, но не защищают вертолёт от пули осколков. Чтобы укрыть экипаж, кабину бронируют металлическими плитками. Это делает машину значительно тяжелее, но и безопаснее. Ударный вертолёт Ми-28 решили сделать легче и манёвреннее. До этого конструкторы отказались от металлической брони. В итоге вес готовой машины снизился примерно на 200 килограммов. А в качестве защиты стали использовать ударопрочную керамику. Кабины экипажа Ми-28 изготавливаются из лёгкого, прочного и простого обработки пластика. Поверх него наклеиваются керамические бронеэлементы. Они состоят из вот таких квадратных плиток. При попадании пули или осколков плитка раскалывается, но при этом гасит энергию выстрелов и останавливает поражающий элемент. Кабина разделена бронеперегородкой. Это уменьшает вероятность одновременного поражения обоих членов экипажа. В отсеке лётчика размещены органы управления полётом. У штурмана-оператора – управление вооружением. Залог успеха в военном вертолётостроении – постоянное усовершенствование конструкции, вооружения и всех систем вертолёта. Одна из последних технических новинок – облегчённые лопасти несущего винта. Снижение веса несущего винта, во-первых, делает сам вертолёт легче, а во-вторых, позволяет ему летать на больших высотах. Чтобы уменьшить вес боевой машины, в лопастях теперь используют вместо металла композитные материалы, а в некоторых случаях и вовсе бумагу. Её пропитывают лаками и склеивают вот в такие шестиугольники. Соты затем высушивают под давлением, облицовывают композиционными плитами и получается лёгкий и прочный материал. Лопасть винта вертолёта выполняет ту же функцию, что и крыло у самолёта. Создаёт подъёмную силу. Носовая часть лопасти называется лонжерон. Его переднюю часть защищает титановая оковка, под которой расположена электрическая противообледенительная система. К лонжерону, подобно перьям, в крыле птицы прикрепляют хвостовые отсеки. В каждом из них сотовый наполнитель. Лопасти имеют прямоугольную форму и стреловидные законцовки. Они снижают уровень шума, производимого винтом. Титановая накладка нужна для защиты от песка и других твёрдых частиц. При взлёте и посадке концы лопастей разгоняются до 200 метров в секунду. На такой скорости песок и пыль, поднятые воздушным потоком с земли, действуют как шлифовальная машина. Титан предохраняет лонжерон от истирания. Это лонжерон несущего винта ночного охотника. Он очень прочный и для своего размера достаточно лёгкий и гибкий. Лонжерон им изготавливают из тонкой нити. Очень прочный. В ней переплетены 4 стекловолокна по 0,007 мм каждый. Лонжерон изготавливают методом спиральной намотки однонаправленных стеклолент. Каждая из них состоит из 200 нитей, склеенных эпоксидной смолой. Хвостовые отсеки лопасти состоят из заполнителя полимер-сотопласта, приклеенными к нему обшивками из органита. Чтобы намотать на форму будущего лонжерон, машина должна сделать 144 прохода и истратить почти 3000 км стеклонити, склеенные в полоски. Полоски эти придают лонжерону большую прочность и не позволяют ему разрушиться при попадании пули или снаряда. Субтитры создавал DimaTorzok Исследования показали, что критическое разрушение происходит даже не при пробоине снарядом калибра до 30 мм. Каждую лопасть проверяют на правильность аэродинамического профиля. Измерительная машина должна пройти около 500 контрольных точек и сравнить показания с компьютерной моделью лопасти. На это уходит 3,5 часа. Лопасть имеет профили с увеличенной кривизной, создающей большую подъемную силу. Чтобы не повредить лопасти при установке или снятии с вертолета, в крепежные отверстия вставлены титановые втулки. Они принимают на себя удары при монтаже, предохраняя основную поверхность стыковочных отверстий. Это повышает надежность вертолета и увеличивает его ресурс. При вращении винта центробежные силы делают из гибкой лопасти жесткое крыло, благодаря которому многотонная машина способна не только держаться в воздухе, но и выполнять сложные фигуры высшего пилотажа. В цехе окончательной сборки будущий вертолет получает вооружение, броню, двигатель, трансмиссию, навигационные системы. В общем, все то, что превращает пустой пока фюзеляж в грозную боевую машину. Сборочное производство – огромное помещение, условно разделенное на участки. Каждый отвечает за определенный этап работы. Здесь фюзеляж постепенно обрастает деталями. Перед установкой приборы проверяют в цехе входного контроля, затем прокладывают проводку. Отдельный процесс – монтаж огромного главного редуктора. Он весит 820 килограммов и играет очень важную роль. Передает энергию двигателей несущему винту. При выполнении сложных маневров вал турбины работающего двигателя вращается со скоростью 15 тысяч оборотов в минуту. Несущий винт должен делать 240 оборотов в минуту. Именно главный редуктор понижает обороты и передает их уже на вал с лопастями. Как и в коробке передач автомобиля, понижение оборотов приводит к увеличению силы, которая раскручивает винт. На один оборот винта уходит 64 оборота двигателя. Пришло время установить два турбовальных двигателя весом по 295 килограммов каждый. Их мощность рассчитана с запасом. Если один выйдет из строя, вернуться на базу можно на оставшемся двигателе. После подключения двигателя к главному редуктору на ось надевает титановую втулку несущего винта. К ней позже прикрепят пять лопастей. Каждая из них имеет горизонтальную, вертикальную и осевую степень свободы. То есть по три шарнира. В конструкции винта Ми-28 и Ми-35 их заменили на сферические эластомерные шарниры. Они не требуют смазки. В других шарнирных соединениях применили самосмазывающиеся подшипники из композитных материалов. В результате количество точек смазки в винте сократилось с 20 до 1. Для того, чтобы в цех поместилось больше вертолетов, лопасти на них пока не ставят. По мере сборки постепенно устанавливают остекление кабины. У вертолетов Ми-35 некоторые стекла выпуклые. Это сделано, чтобы увеличить рабочее пространство для пилота внутри кабины. Лобовые стекла бронированные и поэтому плоские. Вертолетные стекла имеют оригинальную форму и размеры. Они изготавливаются вручную, выдуваются по форме и затем долго и тщательно подгоняются к кабине. Как правило, стекло от одного вертолета к другому не подходит, не совпадают параметры. Каждое вертолетное стекло имеет свое название. Треугольник, лодочка, фонарь. Имена даются по схожести очертаний с каким-либо предметом, либо по имени мастера, который работал на Рафтовском вертолетном заводе. Например, это стекло называется «Муха» по имени легендарного мастера Мухина. В конструкции кабины Ми-28 применено полностью броневое плоскопараллельное остекление. Боковые стекла выдерживают прямое попадание бронебойной пули калибра 7,62 мм. Лобовое – калибра 12,7 мм. Непрозрачная броня кабины защитит от прямого попадания 20-мм снарядов. Создание вертолета – трудоемкий и очень ответственный процесс. Особенно, если речь идет о военной технике. Боевые машины должны быть защищены от поражения вражеским оружием и уметь работать на пределе возможностей в случае опасности. Поэтому их тщательно проверяют на каждом этапе. От производства деталей до сборки готового вертолета. Появление этого вертолета стало результатом спора, вернее, творческого соревнования двух конструкторских бюро – Михаила Миля и Николая Камова. Оба предприятия разрабатывали для российской армии новый ударный вертолет. Конструкторы и инженеры этой машины Ми-28 сделали выдающийся образец авиационной техники. Этот вертолет умеет летать назад и вбок. Способен практически мгновенно разворачиваться в воздухе. Может выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как петля Нестерова, бочка и переворот Эмильмана. Вот всегда бы в спорах конструкторов рождались такие технические чудеса. Задача боевого вертолета – нанести как можно больше урона противнику и остаться невредимым самому. Одно из слабых мест – вал, который передает энергию двигателя рулевому винту на хвосте. Если его повредить, машина станет неуправляемой. В Ми-28 хвостовой вал большего размера, чем на других вертолетах. Его делают из металлической трубы, которую постепенно изнутри ракатывают, уменьшая толщину стенки и увеличивая диаметр. Эту процедуру повторяют несколько раз, передуясь термообработкой, чтобы снимать напряжение в металле. При попадании такой вал получает пробоину, но не разрушается полностью. Это дает пилотам время выйти из боя и посадить машину в безопасном месте. Для защиты от зенитных ракет с тепловыми головками самонаведения на двигателях установлены экранно-выхлопные устройства. В них поток раскаленных, отработанных газоподвигателей смешивается с холодным окружающим воздухом. Это позволяет снизить тепловую заметность ночного охотника более чем в 2,5 раза по сравнению с вертолетами предыдущего поколения. Боевую живучесть вертолету дает еще и защита экипажа и главного редуктора элементами конструкции планера и двигателями. Даже электронные блоки приборов расположены так, чтобы в случае попадания взять часть энергии выстрела на себя. Особое внимание уделили защите экипажа при ударе машины о землю. Подобных систем не существует ни на вертолете «Апач», ни на вертолете «Тагер» европейской разработки. Это действительно уникальная система, которая позволяет выжить экипажу в сложных условиях тогда, когда вертолет терпит аварийную посадку. Защита выполняется в несколько этапов. В первую очередь гашение энергии удара производится в специальных амортизаторах шасси вертолета, которые имеют камеру аварийную, специально предназначенную в случае резкого удара о землю. Второй элемент, который воспринимает энергию удара, это амортизаторы кресла экипажа «Памир». Вот так в комплексе обеспечивается выживание экипажа при вертикальной скорости падения вертолета где-то 12 метров в секунду. Еще одна система спасения позволяет покинуть машину, когда решение об этом принимается на допустимой для раскрытия парашюта высоте. При использовании ручки аварийного открытия кабины автоматически отстреливаются двери отсеков пилота и штурмана и отстреливаются консоли крыла, чтобы при выходе из кабины люди о них не ударились. По бокам надуваются аварийные баллонеты. Они дают возможность летчикам безопасно покинуть вертолет, не зацепившись о шасси. Баки для горючего имеют особое строение. Они сделаны из резины с протектором, снаружи покрытой веществом, которое при взаимодействии с керосином вулканизирует резину. То есть при пробитии бака выступивший керосин вызывает химическую реакцию, которая запаивает пробоину. Такая система сдерживает течь топлива в течение 6-8 часов. Для предотвращения образования взрывоопасных паров керосина баки заполнены пенополиуретаном. Этот пористый материал впитывает горючее, как губка, и препятствует образованию паров, снижая вероятность взрыва. В контрольно-испытательный цех вертолеты попадают после полной сборки. Здесь проверяют правильность работы всех бортовых систем и узлов. От навигационного оборудования и связи до двигателей и вооружения. Каждая винтокрылая машина проходит более сотни тестов и испытаний. Несколько бригад специалистов обследуют вертолёт вдоль и поперёк. На их плечах очень важная задача – обнаружить и устранить возможные неполадки и наладить оборудование. Проводится тестирование электрических цепей. Снимается показания со множества приборов. Только такой тщательный контроль даёт гарантию исправной работы вертолёта в полёте. Один из завершающих этапов проверки готового вертолёта – тестирование его вооружения. На языке специалистов это называется «холодная пристрелка». Перед боевой машиной устанавливают универсальный контрольный стенд с мишенями. На нём настраивают точность прицелов всех видов оружия, которое размещают на серийных моделях вертолётов. «Холодная пристрелка» называют потому, что выстрелы здесь не производятся. Цехи проверяют только системы прицеливания. Наводя их на контрольные мишени, специалисты выполняют юстировку, то есть выявляют и устраняют погрешности. МИ-24 – первый отечественный специализированный боевой вертолёт. Его придумали в конструкторском бюро Михаила Миля. Эта машина состоит на вооружении более 40 стран мира. МИ-24 называют самым повоевавшим вертолётом в мире. Постоянное боевое применение даёт возможность непрерывно совершенствовать конструкцию этого вертолёта, его вооружение, приборы и основные узлы. Вот почему выпущено так много модификаций МИ-24. Совершенству нет предела. Мы создаём вертолёт 2В28УБ. Это учебный вертолёт. То есть, если в этот вертолёт там только лючек один управляет, то на том вертолёте будут и с кабиной, и с передней кабиной будут тоже управлять. На втором этапе это вертолёт 28НМ. Принципиально новый. И тоже, как говорят, глубоко принято, в глубоком модернизировании. Но там очень много новшеств и так далее. Там новые редукторы, лопасти, блокаторы. Очень много новшеств. И самое главное, конечно, ставка сделана на современное, высокоточное оружие. Это один из самых главных факторов для вертолёта. Летать шумом, не попугаешься. Крылья по бокам вертолёта называются пилонами. На них 4 точки подвески съёмного вооружения. Подвес каждой стороны. В зависимости от боевой задачи, на пилоны вертолёта в различном сочетании можно установить разное вооружение. Это до 80 неуправляемых ракет калибра 80 мм. До 20 неуправляемых ракет калибра 122 мм. До 8 управляемых ракет «Игла» класса «Воздух-воздух». И 16 управляемых ракет комплекса «Атака». Вертолёты оснащены подвижной пушечной установкой калибра 23 или 30 мм. с боекомплектом 450 снарядов. Пушка имеет два патронных ящика с различными снарядами, с различными боеприпасами. Это могут быть осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. В зависимости от типа поражаемой цели, оператор может выбирать тип снаряда, который необходим в данный момент. И это происходит всё дистанционно, только от нажатия кнопки на ручке управления у оператора. Теперь осталось проверить, как же машина будет себя вести в реальном полёте. Пришло время установить лопасти. Каждая весит 98 килограммов. На установку одной уходит около 20 минут. Если возникает необходимость быстро перебросить вертолёт на большие расстояния, используется военно-транспортный вертолёт. При этом лопасти с вертолёта снимают. В точке прибытия команда техников всего за полтора часа устанавливает лопасти обратно. И машина готова к применению. Лётный испытательный цех — последнее звено в цепи заводского производства. Оно отвечает за наземные и лётные испытания готового вертолёта. Цех имеет лётное поле с несколькими площадками. Отсюда вертолёт и поднимается в свой первый полёт. Готовые к эксплуатации вертолёты устанавливают в ангаре временного хранения. Здесь они ожидают транспортировки к заказчику. После оформления документов боевые машины направляются к месту службы. Как правило, своим ходом. Производство боевого вертолёта семейства Ми — это труд более 7 тысяч человек. Все они знают, что от них зависит качество машины, стоимостью в десятки миллионов долларов. Время показывает, что на рост вертоли люди работают на совесть. И боевые вертолёты Миля заслуженно считаются одними из самых надёжных в мире. Субтитры создавал DimaTorzok